МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ИВИДНОЕ ТВ, новости Ленинского района. Студия Максим Козлов. Здравствуйте. Но вначале коротко об основных событиях. Участники общественного совета федерального проекта Народный контроль собрались, чтобы подвести итоги работы за полугодие. Мы должны немедленно реагировать и оперативно решать проблемы о жителе, которые к нам обратились. На чемпионате Европы по мотоболу встретились команды России и Нидерландов. Репортаж из Германии. Первый гол я забил с контратаки, сравнял счет. В детской школе искусств городского поселения Горки-Ленинский прошел необычный концерт. В кинотеатре «Искра» прошло расширенное заседание Общественного совета федерального партийного проекта Единой России «Народный контроль». Здесь собрались представители всех отделений партии по Московской области, чтобы подвести итоги работы за первые полугодия, обменяться опытом и поговорить о перспективах подобных общественных проектов. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Федеральный проект «Народный контроль» реализуется в нашей стране с 2010 года. С целью защиты прав потребителей в рамках проекта регулярно проводится мониторинг в сфере потребительского рынка, экспертиза товаров и услуг, рейды по выявлению и пресечению нарушений. В кинотеатре «Искра» на днях прошло расширенное заседание Общественного совета партийного проекта «Народный контроль», куда съехались представители всех отделений партии «Единая Россия», чтобы подвести итоги, обменяться опытом и наметить перспективы развития. «Народный контроль, он нужен для того, чтобы найти какой-то баланс между производителями, между продавцами и потребителями. И здесь ничего в практике нового придумать невозможно, здесь нужно привлекать общественность. Мы должны идти в города, мы должны идти в поселки, мы должны идти там, где люди, вместе с людьми обговаривать эти темы и опираться, так сказать, на их мнение, позиции, чаяния, и вместе с ними идти вперед дальше». В Ленинском муниципальном районе проект реализуется с 2013 года. За первое полугодие активистами было проведено более 40 мероприятий, в том числе 20 рейдов по выявлению просроченных товаров в магазинах, по пресечению продажи контрафактного алкоголя и продажи несовершеннолетним. Проверено 162 подъезда, отремонтированных в рамках программы «Мой подъезд». 53 детских площадки, более 30 социальных объектов на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями. «Постоянно стимулируем наших сетевиков, в том числе, чтобы они не нарушали и законодательство, и четко для себя определяли, что есть кому за ними смотреть. Есть практики, которые мы не применяли. Допустим, мы сегодня услышали такой в рамках народного контроля вопрос, связанный с безопасностью улиц. Мы себе возьмем обязательно на вооружение». По итогам работы Ленинский район вошел в тройку лучших по Московской области вместе с городскими округами «Химки» и «Люберцы». Их наградили грамотами и памятными подарками. В первую очередь мы смотрим, насколько откликается на наши задачи местное отделение, потому что к нам стекается очень много обращений именно на социальные сети народного контроля, именно в региональную приемную партию «Единая Россия». И, соответственно, мы должны немедленно реагировать и оперативно решать проблемы жителей, которые к нам обратились. Всего за отчетный период в рамках партийного проекта «Народный контроль» было проведено 531 мероприятие во всех 67 муниципальных образованиях. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. В этом году Ленинский район отмечает 90-летие со дня образования. Такой же юбилей празднует и его ровесница, жительница города Видное, Глафира Григорьевна Глебова. Поздравить виновницу торжества пришел глава муниципалитета Валерий Венцель, а наш корреспондент Татьяна Брылова узнала, чем живет пенсионерка и даже вместе с нею исполнила одну из любимых песен именинницы. 90 лет этой миловидной женщине ни за что не дать. А ведь она – одна из тех, чья юность была омрачена войной. Большая семья Глафиры Григорьевны тогда жила в Рязанской области. Отец ушел на фронт и не вернулся. А она, как и многие подростки, помогала взрослым. Делали все, чтобы выпроводить нежданных гостей с родной земли. Копали окопы, копали траншеи, копали рвы против танков. И потому что немец подходил к Рязани и нас всех посылали. Вот приезжали военные, на машину нас сажали и увозили. Когда немцев отогнали, Глаша вместе с другими детьми и женщинами работала в колхозе. А после окончания войны отправилась в Москву, в училище при предельной фабрике, на которое после учебы и начала работать. Жизнь обустроилась в поселке Расторгуево, а после вышла замуж, да так и осталась в этих местах на всю жизнь. Воспитала двоих дочерей, помогала воспитывать внуков. А сейчас уже и правнуки подрастают. Маленькая Аришка очень привязана к прабабушке. Она очень красивая, она главная. А ты любишь с ней играть, да? Да, люблю. Дочь Глафиры Григорьевны Ольга говорит, ее мама из того поколения, которым невозможно не гордиться. С детства было заложено трудолюбие, взаимовыручка, помощь и доброта. И вот все эти качества есть в моей маме. Это очень добрый человек, очень хлебосольный. Всегда встречала, накрывала скалы, очень красиво пела. А любимых песен у Глафиры Григорьевны немало. И одна из них – «Травы-травы», которую мы с виновницей праздника исполнили вместе. «Травы-травы-травы не успели, А тросы серебряные согнутся, И такие нежные напевы, Ох, почему-то прямо в сердце льются». А еще наша героиня очень любит читать. В приоритете исторические книги, а также районная газета «Видновские вести». Ее она прочитывает первой в семье. Поэтому с Валерием Николаевичем Венцелем у именинницы сразу нашлись темы для беседы. Правда, сначала было официальное поздравление от главы государства. «Желаю вам здоровья, бодрости, духа и благополучия. С уважением, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин». За чашечкой чая Валерий Николаевич расспросил Глафиру Григорьевну о жизни. Поделился планами по благоустройству территории вокруг кинотеатра «Искра». А именинница рассказала о том, что здесь когда-то была деревня Тимохова, и прудов было два. На месте одного сейчас стоит соседний дом. «Мы ходили здесь, купались вот в этом пруду. Тогда у нас целый пляж здесь был, прямо на берегу, здесь все располагались, купались». Ровесница Ленинского района Глафира Глебова видела, как строился город, как хорошел на глазах, превращаясь в жемчужину подмосковного края. И сегодня столикой грусти признается. «Хоть я сейчас мало хожу, но все равно, вы знаете, вот выйдешь, прям душа рада будет. Думаю, господи, сейчас бы хоть на 20 помоложе была бы, я бы вовсе была бы». «Бежала бы все, да». «Ничего, какие ваши годы, как говорится, вам хотим?» «Да, конечно, до 100 лет я им обязательно. Отлично, вот хороший настрой». И веря в эти планы, я думаю, что мы с Глафирой Григорьевной в очередной юбилей обязательно споем одну из ее любимых песен. Татьяна Брылова, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. Всего в европейском турнире по мотоболу, который недавно стартовал в немецком городе Мёрц, принимают участие пять национальных команд – Германии, Франции, Белоруссии, Нидерландов и России. Две последние провели встречу, о которой стоит рассказать подробно. Передаю слово Елене Бабиной. «Россия-Голландия» – этот матч не обещал никаких сюрпризов и начался обыденно. С гола капитана сборной России Владимира Сосницкого. По привычке все ожидали расстрела голландских ворот. Но вместо этого получили ответный удар. И после двух периодов счет стал равным. Дальше больше. Напор соперника усилился, а команда россиян совершенно не была к этому готова. Все время за 10 штук забивали, 10, 8, 7 забивали. Никогда никаких проблем не было, это первый год. Тренеры ищут разные варианты, компонуют непривычные составы. Быть может, и этот фактор внес сумятицу в ряды национальной сборной. Но в третьем периоде российским спортсменам приходилось уже отыгрываться. Один-два, два-два, два-три. И россияне уходят на перерыв, проигрывая. Что-то пошло не так. Начали менять корректировки в составе, начали менять игроков. Мы как бы уже прикатались с одним составом, понимали друг друга. Тренер вносил корректировки. Были какие-то непонятки в игре. Из-за этого три периода как бы чуть не шло. В четвертом периоде вернулись к классическому составу. Сначала получилось сравнить отчет, потом опять пропустили. Но опыт наших профессионалов позволил за шесть минут до окончания встречи переломить ход игры. В итоге хэт-трик Ивана Крештопе плюс заключительный гол от капитана 6-4 и запись о победе российской сборной. Я думаю, уже они определятся все-таки, кто защитник, кто нападающий. Еще пускай помыслят, и все будет, я думаю, нормально. В четвертом периоде, наконец-то, выпустили нашу основную четверку, в которой мы должны играть всегда. Которая у нас наигранная уже не один год. И мы успокоились. Первый гол я забил с контратаки. Сравнял счет. Потом еще два забил, прикрыли правильно, грамотно заехали, не спеша, и все получилось нормально. Сложная игра, устал? Устал очень, потому что здесь влажно и тяжело дышать. Хочется бить. Несмотря на жару за 30 градусов, в этот же день одержала победу и сборная юниоров, обыграв хозяев турнира немцев. Елена Бабина, Сергей Ларин, Видное ТВ. В Видном ежегодного июня на стадионе «Металлург» проходят открытые турниры по футболу среди любительских команд. Организатором выступило местное отделение партии «Единая Россия». Шесть коллективов любителей вышли на поле, чтобы в честной борьбе завоевать победу. Все люди, которые пропагандируют здоровый образ жизни, играют в футбол и показывают примером, своим примером доказывают, что у нас здоровая страна, и нам надо развиваться в правильном направлении, развивать спорт, развивать футбол. Для Романа Бартяева этот вид спорта имеет особое значение. В детстве он тренировался под руководством талантливых футболистов, а теперь сам, будучи капитаном команды «Максима», подает хороший пример своим партнерам. Футболом давно занимаюсь. Играл здесь с «Дешор Олимп» в 1998 году. В принципе, сложностей вообще никаких не возникает. Главное – желание и борьба. Каждая команда должна сыграть несколько матчей, ведь призовые места зависят от количества набранных очков. Хороший результат в этом турнире показали опытные спортсмены из торгово-промышленной палаты Ленинского района. С точки зрения подготовки, мы всегда играем и готовимся к подобным мероприятиям. Поэтому для нас это не тяжело. Но для футбола главное – тот неповторимый азарт, который овладевает игроками. Футболисты-любители признали, что независимо от результата, они получили удовольствие от игры и обязательно примут участие в турнирах в будущем. В детской школе искусств городского поселения Горки-Ленинский прошел необычный концерт. Литературно-музыкальная композиция по волне памяти была приурочена к Дню памяти и скорби и была посвящена 90-летию со дня рождения поэтессы Евгении Анисимовой. Именно ее стихи звучали в этот день с импровизированной сцены зала детского учреждения. Гости неспеша занимают места в зрительном зале. Здесь и дети из школьного лагеря, и преподаватели, и ученики детской школы искусств, и жители Горок-Ленинских. Основой литературно-музыкальной композиции стал цикл стихов Евгении Анисимовой, посвященных Великой Отечественной войне. Никогда не позабуду дату, вспыхнувшую тем июньским днем, Когда мужа нарекли солдатам, а жену солдаткою при нем. В настоящее время большинство учеников на каникулах, но, как говорится, было бы желание. Почти 40-минутная программа была подготовлена силами всего пяти человек, но при моральной поддержке всего коллектива детской школы искусств. Вряд ли кого удивило присутствие в этом концерте песен военных лет. Но главный вдохновитель и организатор мероприятия Ольга Леонтьева считает, что поэзия, пусть даже посвященная войне, способна передать огромную гамму эмоций, которые должна поддержать самая разножанровая музыка. Это сложно найти ту тональность поэтических чувств, вложенную в музыку. И чтобы музыка была созвучна этим стихам, мы как бы несколько вариантов подбирали. И я надеюсь, что мы попали вот в самую точку. Элегия Жюля Масне сменялась вальсом Эдварда Грига, сонатины Муцина Клементи и тюдами Карла Черни. И, конечно, как нельзя лучше подчеркнул лиричность стихотворений вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Этот концерт не только представление для зрителей, он своеобразная часть образовательного процесса. Несмотря на то, что на дворе лета в детской школе искусств кипит творческая жизнь. Детская школа искусств традиционно ушла на каникулы, поскольку у нас учебный процесс. Но пока наши преподаватели находятся в нашем заведении и не ушли на каникулы, не ушли в отпуск, наши дети прям потоком к нам идут на самом деле. И наши преподаватели не отказывают им в еще одном, ну еще одном занятии. Они очень просят, мы всегда рады и ждем все равно, еще какое-то время занимаемся. Евгения Федоровна Анисимова, стихи которой звучали со сцены, жила в горках ленинских с 1959 года. Цикл стихов, посвященных Великой Отечественной войне, был написан в разные годы, но собран в книге, которая вышла в 2015 году, уже после смерти поэтессы. И над всем загадочная вечность, небосвод синей Василька, месяц ясноликий и беспечный, звездочком подмигивал слегка. Девять музыкальных произведений и 12 стихотворений прозвучали сегодня в этом зале. Безупречно подобранное сочетание трогательных строчек и нот никого не оставили равнодушными. Дети играли с энтузиазмом, отлично играли, подъемно было и прекрасно. Если это будет каждый раз, то мы будем просто счастливы за наших детей и за нашу страну. Маленькие артисты, принимавшие участие в концерте, помимо аплодисментов зрителей, получили и небольшие сувениры на память. Стихи Евгении Федоровне и небольшой сувенир. Вы большие труженики, вы большие молодцы. Спасибо! Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 19 июня, утро будет безоблачным и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков температура плюс 27 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!